Итак, знакомься из боя в Синьвугу, файлигава на лунку лор, ему 30 лет. Рост 177 сантиметров, вес 66,3 килограмма. He is 30 years old. He stands 177,8 meters old. Official weight 66,3 килограмма. Профессиональный рекорд 14 боев, 11 побед при 3 поражениях. He's professional record 14 bars, 11 victories and 3 losses. Дамы и господа, there is a child man, representing Brazil, Рафаэль Коя. Его заводник Красному Луну, бойцу 22 года. Рост 181 сантиметров, вес 66 килограммов, ровно. Профессиональный рекорд 8 боев, 6 побед при 2 поражениях. Из России в Смечерте Анахан Сулеймана. Рейдж Пасанский, повант. Итак, первый раунд. Рафаэль Коя против Анахана Сулейманова. Перчатки с красной площадью Ильхана Сулеймана. Перчатки с Суи. Рафаэль Коя, Россия в Бразилии. Вот такой прямой предстоянии. Будет кивес. Начинают достаточно аккуратно бойцы. Да, не спеша смотрят действия друг друга. Раздергивают. Одиннадцать побед у Карея. Девять раз он побеждал приемами болевыми и укушающими. То есть, в принципе, он не ждет момента, когда можно будет перевести соперника в парку. На цель вести тейкдаун. Полетел Карея. Он упредил его действия Аликар Сулейманова. Он увидел наше. Даже такое ощущение, что Байкарея даже сам затащил его в парку. Спровоцировал. Да, спровоцировал. Как мы с вами знаем, дорогие друзья, для бразильских бойцов позиция снизу приходящая. Для эксплассивная, это скорее полученная позиция. Как плотно захлопнует гарт поясница Юкану Сулейманова за Карея. Призывает рефери большую активность бойцов. Я думаю, что здесь Карея абсолютно спокоен. Просто ждет момента, когда можно будет провести контратак. Локти пускает, загружает спину, шею и тихонько обстукивает. Очень опасные удары. Я думаю, что с этой самым танцем высказывает. Да, конечно, очень опасные удары. Прекрасно. Человек, который прекрасно знает, что происходит в клетке посредством. Оба бойца вальярно работают, спеша. Дают крючок, поработают. Да, обменят с ударами спокойно, принимают эти удары. На ногах задвигался сейчас Аликан Сулейманов. Он задышал, видимо, его бразилиц чуть-чуть поджал. Ручки чуть-чуть подзабились, поднагрузил. Вот попадает справа бразилиц. Это был такой двигатель, но он хочет быть в парке. Подхватывает ноги Сулейманов. И опять бразилиц снизу, но для него это абсолютно естественно. Сейчас спокойно работает, поджимает голову, прижимает к себе. Нагружает шею, нагружает спину. Вот, раз уж на момент, может быть, стоило бразилцу от сетки уйти, потому что здесь... Да, если он хочет работать снизу, ему надо как голову убрать от сетки, развернуться. Или вставать по этой сетке, тогда пытаться. Но если он не встает, хочет работать, надо обязательно развернуться. С другой стороны, я думаю, что Сулейманов больше понимает, пока не дает сделать оборону. Так вот, подключая это, как случается, вывод, а 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 вывод. Мы понимаем уже, да, какую тактику выбрал бразилец, да, будет сушить, будет вязать, как забились ручки Малихана. Ну то есть он хочет измотать, просто. Да, измотать, потому что соперник молодой, а он измотает, и потихоньку будет делать свою работу в партнере. Бразилец. Сейчас пропускаем. Да. Можно просто пок성이, там пишут, а я changing удар. 30 секунд, 30 секунд, 30 секунд. 3 секунд. 4 секунды. 5 секунд. 5 секунды. 4 секунды. 6 секунды. Не успtin, не важно, будет копаться. И попутал встать, и вities pollいく. 2 секунды. Я, конечно, на определенную позицию, которая будет совершить, постучать, сначала постучать, потом уже постучать, отвлечь, убрать руки с шею. Конечно, конечно, просто так бразилийца не задушить, тем более бразильским джиу-джитсом занимается человек. У нас первый раунд за 20-20, что-то не по сторонке. Я думаю, что, наверное, первый раунд можно больше запустить в алихампу. Я думаю, да, по очкам он выигрывает. Как бы если в ударке не травм, травм будет больше перевода по алихампу. То есть, для алихампу, естественно, сумма концу будет, конечно, обязательно. Материн – он уже выбрал свою танк. Я думаю, он будет дальше продолжать затягивать и работать снизу. Получится у него сделать что-то? Мы посмотрим сейчас. Алихану, конечно, он будет разбивать. В принципе, тоже эта позиция удобна, но не надо проборгать, потому что джиу-джица же как шахтер. Будет затягивать бразилец и может где-то что-то забрать. Покажет, что пошел на руку, забрал ногу. Вот и все. Обхитрить. Обхитрить, конечно. Ну что ж, второй вариант. Ну, видимо, так, уже два шеи, бойцов. Самый поединок. Да, так и должно быть. Так и должно быть, да. Я думаю, что это может быть. Прониклись так, уважением, уже походу к другому. Завелец, что слабые сегменты. Поднимает фиганцию, он пошел вперед уразилец. Но я думаю, что это работа на руках в чисто отвлекающей моменте. Да, конечно, показывает, показывает, что может бить. Вкладывается во все удары. Я думаю, все равно он расчет ставит на борьбу. На своё джиу-джитсу. Так, нападание глаз. Да, но не специально, да. Лихам, видимо, где-то просто пытался поддержать своего оппонента, бразильца, и нечаянно задел. Скорее всего, удар, потому что у него такой быстрый раунда бойцов. Бойцам по правилам. Он погашается. Тебе, который осматривает сейчас, была с на февраля. И вынес на решение. Давайте смотреть по вкору, который принял из-под русских. Ну да, здесь руку, видимо, большим пальцем, большим пальцем. Хотелось бы у тебя, Сергей, спросить, насколько это неприятно? Угарский набер, людей, которые не отстали, присталкивались, насколько это неприятно? Это очень неприятно, была уставация, у нас такая у нас, кажется, у нас была у нас классная. ГОВОРЯТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Забирая спину хорошая позиция, но что он будет с этим делать, сейчас посмотрим, что в такой позиции у него есть. Разбивание соперника. Обязательно надо разбивать, обязательно. Не давать думать сопернику, особенно, кто занимается с лужицей. Будешь давать думать, все, отрывок руку, ногу, сколько процентов. Ну, в основном, вторым темпом, опять переводит Алихан Сулейманов. Бразильца. Мне кажется, это гильотина. Будет там сушиться. Да, будет сушиться, но ножки держит Алихан, я думаю, здесь просто сдерживает бразильец. То есть, это такой, как бы, просто упреждающий правиль. Ну, видимо, хотел сделать гильотину, но не получилось. Может быть, анаконду. Ну, пока отдыхают. Оба, видимо, уже подустали. Бойцы. Бойцы надеяли, что уже мокрое. Такую ситуацию запрошу. Вообще сложно бороться, когда уже человек вспотел. Все бескальзово не может зацепить. Сверху находится Алихан Сулейманов. Такое, почему? Из север. Ну, и там на болячку порядок. Вижу, что это происходит. Да, Гимура, ну, здесь тоже такая бояка ситуация. Алихан Сулейманов зафиксировал на гайне. И подготавливал просто. И опять спина за Алихана. Но нужно вытаскивать ему руки. Алихан Сулейманов. И подключается Алихан Сулейманов. И подключается Алихан Сулейманов. Бразилийский счет даже Даниц. Но он, видимо, подготавливает. Какой-то прием. Держит руку, держит конечности. Болячка. Болячка. Алихан Сулейманов. Алихан Сулейманов. Очень много джиу-джитс и очень мало ударов у бразильцев. Он не поставил как раз-таки на работе в партере, на болячке. Но бразильцам тоже надо как-бы атаковать. Ведь он сейчас ведет локтем. Стоит контроль. Сулейманов. Сулейманов. Здесь что будет делать Сулейманов? Попытаться завершить или будет бить? Ну я думаю, скорее всего, сейчас займет позицию. Будет бить. Ага, в Маун. Практически. Да. Но если ты в Маунде, то что? Соответственно, прямая спина и работа руками. Обязательно. И контроль. Неужели у нас случится чудо и закончится впервые в этом турнире второй раунд? Дорогие друзья, мы очень близки к этому. Да, скорее всего. Бойцы тоже. Что? Попытаться. Что? Что? Посмотрите. Какими Memorials? Что? Смешно. Хорошее положение у Сулейманова Ольхана. Но нужно доставать руки. И подвезать. Ну что ж, дорогие друзья, в первые сегодняшний вечер мы с вами видим третий раунд поединок. Моя линия сейчас будет по второй кассе. Я думаю, Ихан тоже выиграл этот раунд, забрал по очкам, потому что находился в позиции сверху, в атакующей позиции. Вот, кстати, что характерно, бразилец по очкам еще не раз не проиграл все три поражения, он потерпел бриону. Я думаю, скорее всего, бразилец будет опять так же затягивать партнер, да, и пытаться сделать, но у него нет вариантов передопаутировать. Вот такое еще место, кстати. Березин так заканчивается, что нельзя отразиться? Конечно, заканчивается. Очень много трафик несу на защиту. Что больше не смазывает? Вопрос. 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 На студии действующий поезд всегда хочет. Что больше не смазывает? ВопросOSSgens. Как clock? Вопрос. Сказали mês тот же первый, ой чест proporционно qiqaq. Вопрос. Ну, сейчас уже ближе к универсальному, все борются, все бьют колено. Ну, видите, да, первый, по-моему, в результате Бразильца немного дает шторм. Ну, пока ноги не зафиксировал... Бразильца... Бывает решили. Бывает в результате. Человеке, который хотел служить сам, все, да, функционально подсел. Просто нам надо было чуть-чуть. Чуть-как-то, по идее, Алихану надо было еще сфиксировать ножки и до души. Хватило и этого. Хватило и этого. В тяжелом положении даже выплюнуть каплю в Рафаэль-Каре. В тяжелом положении. Мы желаем быстрее прийти в себя и восстановиться в 8-м прием. Поздравляем, Алихана Субермана! Хорошая победа! Должение в третьем раме. Задушил. Позешил в Бразильце. Красавчику. Красавчику, безусловно. И в любом случае уважение, Алихану Карееву, Скоро. Додержаться до третьего раунда. Да, показал неплохой бой. Конкурент, я думаю. У нас наслышленная победа, у нас пока не забыла. Боковым судьям выносить вердикт. Алихану Карееву, Алихану Карееву. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова